Моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, здесь правила... Переживаете во время матча, как болеете, как смотрите? Я переживаю на все 100%. У нас очень эмоциональная семья, и поэтому меня слышать во время игр, это мне стыдно за это. Но зато я поддерживаю команду на все 100%, выкладываюсь, как и они. И до самой последней секунды. Голос охрипший, это от этого? Да. Это еще после Латвии у меня охрипший, я его лечила 2 дня, но все равно не получилось. Есть такие хоккеисты или тренер, которые приходят домой и говорят, не трогайте меня, полчаса, часа должен отойти. Вот как папа себя ведет после матча? Когда как. Иногда он злится, но мы это чувствуем тогда, что подходить не надо. Но он достаточно быстро отходит, отходит пару часов, и уже можно... Мы его сейчас отвлекаем разговорами, просто не говорим об игре. А потом уже нормально, особенно во время чемпионата мира, тут нет времени расслабляться и переживать из-за игр. Когда на пресс-конференции, интервью с журналистами, кто-то что-то начинает говорить с ним о тактике, кто-то сразу обрубает, тем не развивает. А в семье он может от вас, девочек, послушать какой-то совет? Нет, он прислушается к нашим советам, потому что мы все-таки родные его, и у нас свобода слова в семье. У нас нет такого, что кто-то что-то не может сказать. Просто мы выбираем свои моменты, когда можно говорить. И мы не пытаемся как-то его задеть чем-то, поэтому он к нам лучше относится. А вообще разбор игры можете устроить такой вот серьезный, без какого-то трудного матча? Вот сесть там и сказать, что папа даже был... Да, конечно, мы можем всегда сказать свое мнение, и он может к нему прислушаться. Нет, это его выбор, но мы разговариваем о хоккее, каждый высказывается, что понравилось, что нет, кто хорошо играл, кто плохо. Его какие-то ошибки тоже... Даже после поражения, может быть? Даже после поражения, да, просто нужно, я говорю, выждать несколько часов, и потом можно уже говорить, как и успокоить. Однажды он сказал фразу, которую потом не развил, и до сих пор все думают уже года два, ломают голову. Он сказал там, Вескин и Малкин по знаком Зодиака, или как-то они совпадают, их можно ставить в одну тройку. Неужели он использует вот эти какие-то нюансы, которые мы не знаем, биоритмы, знаете, Зодиака? Шуплер это использовал раньше. Ну пусть используют Шуплера, я не буду ничего говорить. У вас тоже секрет, да? Да, у нас есть свои секреты, которые мы никому не раскрываем. Вы помните сборную в Минске? Насколько вот эта команда похожа на меня по энергетике, по драйву? Знаете, это новая сборная, но все равно ребята остались некоторые те же, и по игре я чувствую именно вот такой же настрой, как был в Минске. Потому что в Австралии немножко было другое. Но тут вообще тоже в Минске это тоже было как играть перед родными трибунами. Там все кричали о России, а в Чехии был немножко другой настрой. Не знаю, новый чемпионат, посмотрим. Олег Валерьевич, была любимец кошка Машка, он там снимал постоянно стресс, ее гладил. А я видел один раз на Ютубе, он отнулся на какой-то сюжет, по-моему, в Латвии снимали, что он там чуть ли не помогает каким-то там или кошкам, или собакам. Он помогает, как это называется по-русски, да, приюту, приюту для животных. Для бездомных именно, да, таких? Ну да, там бездомные животные, он помогает им, мы ездим, корм покупаем им, погуливаем их. Он такой человек очень доброй души, ему нравится это все. А здесь у вас были как раз там кошки, собаки, у вас качевая жизнь, наверное, была там? Ну да, была, но у нас раньше был кот, это был папин любимец, его звали Жулик, он с нами жил лет 16, наверное, да, но это был папин единственный мужик в семье, который еще... Да, 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 а потом мама подобрала кошку еще, и кот, на сожалению, скончался, кошка осталась, ее зовут Крыса, и сейчас вот я взяла себе еще собаку, она с нами в Москве, она тоже рыжая, и зовут его Рыжий тоже. Как же такие имена дает? Жулик, Крыса, Кота. А Рыжий тоже я как бы в фантазии объяснила. Насколько Олег Валерьевич абсолютно другой человек в семье, как мы увидим здесь, такой брутальный, жесткий? День и ночь. Да? Да, совершенно другой человек. Дома он мягкий, он как бы, он среди своих, ему спокойно, и нет кого защищаться, поэтому он совершенно спокойный дома. Это естественный переход, не то, что он там сдерживается. Нет, да, это совершенно естественно, как бы у него даже нет такого, что мы вот тут его встречаем, как бы мы знаем, что после игры он моментальный щелчок, и он совершенно другой человек. Расскажите о себе, это вопрос задает перебой, потому что так не готов, но мне интересно многое узнать. Расскажите о себе, вот вы по Твиттеру и в Нью-Йорке, и в Латвии, и в Москве, как вот, какой у вас график, и чем занимаетесь? Ну, у нас семья живет как в цыгане. Да? Ну да, но я закончила школу, когда я уехала на три года в Америку, жила там, потом переехала обратно в Ригу, и теперь у меня работа такая, я занимаюсь модельным бизнесом, что я работаю по всей Европе и везде. А обучение у меня происходит дистанционно, я учусь в Лондонском университете, на первом курсе сейчас уже заканчиваю, да. А, ну, я везде и нигде, называется. То есть я в Риге две недели, куда-то и летаю сразу. Такая жизнь. На кого учите? Как искусствоведа. Я помню там, по-моему, Андрей Кириленко, когда возглавил баскетбол, свою жену сразу привлек тоже, она занимается там пиаром, чем-то еще. И это хорошо, потому что они есть, что обсудить и в семье, и он доверяет этому человеку. Может, как-то и вас там, Олег Валерьевич, увидит какой-то должен, как пиар-директор или еще чем-то помочь в сборе. Ну, я не знаю, он где-то хотел, чтобы моя сестра стала хоккейным агентом. Да, почему нет? Мы думали об этом, но потом как-то мы выбрали свои пути, и я модельный бизнес пытался, как бы теперь я изучаю искусство, и сестра работает в Лондоне. Как-то он схватает своего, как бы у него своего, у нас своего, как бы у нас разделено все. Алиса, а в модельном бизнесе помогает как-то вот, ну, некоторые известны, что ли, или нет? Я никто не знаю, там, как бы, ну, как бы в России, да, знают, но в России не работаю, в Латвии знают, но в Латвии тоже нет работы, а в Европе я иду под именем Алиса, а какая я Алиса, уже никто не знает. Не связывает это никто? Нет, ну, там, во-первых, как бы в Европе особо, как бы, ну, да, хоккей, он не развит на таком уровне, как везде, и поэтому ни разу не было такого. Ну, как бы, я иногда могу сказать, но они, как бы, да, классно, но их это не интересует. А есть у вас такие жесткие нотки в характере, как у папы? Можешь так рябнуть, что-то как по-стальному как-то поступить, повести? Да, у меня есть чуть-чуть папа, чуть-чуть мама. То есть, как бы, уральский мужик тоже где-то по мне сидит. Ну, это бывает, не ходит иногда. Я его подавляю, подавляю, и, как бы, иногда бывает выплескивается, конечно. Может, кто-то там, знаете, там, в транспорте бывает, тот Нахамеда только осадили, и он прям... Не, ну, не, ну, как бы, чаще всего, это вот именно, когда я на хоккее сижу, и там, что-нибудь, судья там, не то сделает, и тогда, конечно, я рябкну конкретно. Расскажите такой момент, журналистов он, Олег Валерьевич, не любит, с какого момента? Его как-то кто-то, может быть, в свое время не то написал или что-то, или он просто считает, что... Ну, он просто считает это лишнюю формальность. Он, команда играет, это все видно, все видят, как бы, что происходит, а потом болтать об этом, ну, что ему? Ну, хочется домой опять отдохнуть от игры, а его вот... Просто иногда еще бывают такие вопросы странные, которые совершенно глупыми кажутся, и тогда он просто, как бы, утеряется, и не понимает, зачем я здесь, а не дома. Если, как бы, более профессионально это было все, как бы, все вопросы действительно отвечали профессиональности, тогда бы он спокойно, как бы, ответил, как он любит, там, пару словами, все, домой. Ну, как бы так. Просто мы признаемся, у журналистов просто ходит легенда такая, что его когда-то там очень сильно подставили, кто-то наши коллеги в Латвии, там, или где-то... Нет, 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 я не слышала о таком, как бы, я даже не знаю, когда, с какого момента... Он просто никогда особо с прессой не общался, конечно, раньше, когда он сам играл, он молодой был, да, и он, как бы, тогда, ну, ребята, они сами общаются, как бы, больше именно хоккеисты. А когда тренера, это уже сложнее, потому что, во-первых, это больше ответственность на тебя, и ты отвечаешь уже, твоя команда играет, как бы, в общем-то, это должно быть уже все, как бы, ну, вы все видели, до свидания всем. Ну, он говорит какие-то, там, базовые моменты, и все. А вы не ревнуете его, как ракам? Ведь он часто повторяет, моя семья, мои ребята, и вот так он пытается такие вот, ну, я в шутку говорю, конечно. Нет, у нас, у нас очень крепкая семья, и мы сами этих ребят воспринимаем, как свою семью, то есть мы живем все вместе, и мы, как бы, болеем за них, как за своих родных, поэтому, как бы, у нас не до такого, что, о, блин, мне папа там назвал кого-то сыном, какой кошмар, нет, я, как бы, я знаю, что папа – это папа, просто на чемпионате мира, это у нас, как бы, у нас есть приоритет, чемпионате мира. Команда – это самое главное, то есть мы, как бы, как тени ходим просто. Закрывая тему журналистов, кстати, у вас, он говорит, что, во-первых, не читает прессу, ну, ладно, это вы, когда смотрите в семье, там, на ютубе его пресс-конференции, когда там кто-нибудь вот, вот сегодня у нас спросили, там, Венгрия обыграла Беларусь, он так сразу же вспылил, какая мне разница, в каком-нибудь дело до Венгрии. Вы сами как реагируете, да? Ну, вот эти вот такие вот вопросы, вот зачем они? Ну, зачем? Ну, вы смеете в семье, когда смотрите? Честно говоря, я уже не смотрю ничего. А, уже перестали? Да, я перестала смотреть, потому что сначала это было безумно интересно, а потом, вот, когда вот такие вопросы всплывают, ты, как бы, и сидишь, и думаешь, ну, нафига вы человека держите? Как бы, отпустите его спокойно уже, ну, и, ну, бывает таким, ну, как бы, и тогда я смотрю, там, именно его послематчевые комментарии, которые уже, как бы, вырезанные, такие, как бы, профессиональные, тогда вот это я прочитаю, и все. Ну, смеяться, конечно, да, мы можем, там, когда он там кому-нибудь резко ответил, как бы, всегда. Понятно. Вы говорили, что папа похож на Радулова, когда был молодой, да, игроков? Когда играл, да. Я безумно плакала на стадионе, потому что папа всегда дрался. Но по взрывному характеру, да. Но это, причем, это не только я говорил, это и Владимир Владимирович Юрзинов говорил, поэтому мне не нравилось. Для него Владимир Владимирович как второй отец? Да. То есть они общаются после матча? Почему плакали? Страшно было просто? Мне страшно безумно было, да, потому что я была маленькая, я стояла на трибуне, и у меня постоянно каждая группа поддерется, и мне было безумно страшно за это. Я просто предлагаю, чтобы он не проигрывал. Не-не-не-не-не, так и не. Никогда. Не ставили его хладку. Нет, он не проигрывал, но все равно я как-то переживала за него, что там что-то будет. Причем там такие, как бы, моменты были у него, там кто-то там его задел, там, за цепочку, он сразу драться. Все, что будет. Да. У меня вопросов уже мало осталось. Он по жизни такой же, вот взрывной в каких-то таких вот моментах, как бывает на хоккее? Он стал более спокойный. Я не имею в виду в семье, а вот за пределами. Нет, он стал более спокойный. Конечно, во время чемпионата нервы на пределе у всех, но он гораздо спокойнее стал. Он мудрый мужчина, как бы, и у него нету такого, ну, он не будет просто так вспылать из ничего. Вообще он меняется, вот, на ваш взгляд, вот, с приходом в сборную, вот, с этими вот чемпионатами, которые прятаются именно, ну, вот, вырос он в статусе своего, он все время на виду, раньше не было такого. Нет, ну, как бы, именно в того, что он, как бы, там, если, вы говорите, зазвизделся, нет, такого вообще нет у него, он остался таким же простым, и у него никогда такого даже не было такой особенности. Но он, как и любой человек с возрастом, он становится мудрее, и он только прибавляет в своем опыте, и я восхищаюсь его. А можете назвать его самую главную черту характера? Или, может быть, то, что вы хотели бы, что у вас общая, если что вы хотели бы взять у него? Он настоящий борец. Он борется до конца всегда. Да что бы это ни было, он борется. На самом деле так сложно вот этот, ну, он замечательный мужчина. Ну, вы как раз, да, говорили, что идеальный мужчина, да? Да. У нас вот, да, как раз мы, у папы было 50-летие, и мы делали огромное видео, и вот в конце видео было, что вот мы говорим с сестрой, что это наш идеал мужчины. Конечно, все плакали, все. Ну, так и есть, да. Действительно так. А как он относится к вашим поклонникам, предположим, к которым вы приводите, если вы знакомите? Такие вот его... Знаете, я никого не привожу знакомятся. Отчет его характер, они... Я крайне редко кого-то знакомить его привожу, и чаще всего это как бы под предлогом, ну, вот, папа, познакомься, это мои друзья, там сразу 5 человек, сразу, чтобы было на всякий случай. Но нет, он совершенно спокойно к этому относится, конечно, там, он, как и любой отец, моя дочь, кошмар. Ну, приводить боитесь, короче, я так понял. Вообще, там есть же, я бы читал. Вот я просто не привожу, вот такая, как в ком-то не буду уверена, я не буду приводить его просто даже в семью, зачем мне это делать, травмировать папу просто так. Я читал просто как раз в журнале, где-то вышел КМВД, как раз там мама рассказывала, как там знакомились с папой, как он приходил в свое время, первый раз в семью, там, с папой договорился, там, потом они пошли маму говорить, там у них была какая-то тусовка. Да, они сначала уговаривали, там, маминого отца, потом маму, и потом только он решил маму спросить, мы вообще, как бы, готова ли она выйти замуж на него. Да, и как там, она телефон долго не давала, да? Да, но в итоге вот они 30 лет вместе уже, только вот отпраздновали вместе. Как и я, моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель одна. Со мной все нормально, ну и что, что кровь из носа? Со мной все нормально, просто я стал очень взрослым. Со мной все хорошо, просто я забыл, как дышать. Я начал игру, но забыл, как играть. Все нормально, просто стало вдруг темно. На юге стало холодно, на севере тепло. Остался я один, сам по себе, сам за себя. Остался только Бог, который смотрит на меня. Я много раз ошибался, делал что-то не так. Но я вставал и делал следующий шаг. Я верил людям, которым верить нельзя. Они пользовались этим, но поверьте мне зря. Были люди, да, на которых мог я опереться. С чистым сердцем помогали мне они. Но мои враги хотели смерти для меня. Но я разбил их планы, ведь это моя игра.